Дмитрий Николаевич, подожди, пожалуйста. Ну, там где-то 312, что ли, стихотворений-то. Решили их никогда не издать, разбить на 4 части и к каждому приложить по порядку. Ну, и это хорошо получится у нас. Если считать с этими, ну, с фотографиями, вот, там было 5 вклеек в трехтомнике. 5. Каждая вклейка – это 8 листов. 8 означает 16 страниц. 5 и 6 – 30, 80, 80 страниц. У нас будет 96 вклеек. Потому что общее число страниц приближается к тысяче. Фотографий у нас хватает. Если отдельно где-то идет голуби, значит, отдельно выбрать надо там голуби. Разные варианты где-то. Много у меня там, где мы ездили по миру в библиотеке, книги дарили. Это отдельно. Отдельно, значит, сделать так как-то. Вот посмотреть, ну, стоят люди, что, 2 или 3 на одну страницу. На одну страницу – это только одну фотографию на одну страницу. Это что-то особое должно быть, большое такое. И надо, чтобы, допустим, общие фотографии после крещения. Вот эту можно сделать на полную. Ну, боком как поставить или так там. Остальные по 2 фотографии на одну страницу и больше. Если просто показано кто-то. Книги, которые сейчас получают, их отдельно надо сделать. Ну, допустим, одна страница и вторая. Они с книгами стоят, вот которые издали трехтомник. И у нас правило такое, чтобы люди фотографию сняли. Это тоже интересно. Такие, это уникально. Показать, чтобы столько фотографий. Люди, которые получили в частном порядке, этого нигде нет. И при том они почти все цветные. Вот я подумал, чтобы вот вы вдвоем этим делом занялись. Потому что я мог там, которые вам скинул, могли быть повторы. Но это же не два снимка. Тем более мои снимки, а я знаю их. А когда человек не видел, не знает, я просил и вас там у себя еще посмотреть. Но только перед тем, как ставить, уже конец, когда вы увидите, мне скинут те, которых у меня нету. Чтобы я посмотрел, и тогда обратно вам скажу, ждать и пойдут. Себе копии снимете. Ну, готовы помочь? Два Николая. Я готов. Я уже готов. Показать мне это, как ты делал. Ну, мы так столько все делали многое. Но нам надо поскорее уже заканчивать. Потому что 10 июня я уезжаю. А раз я уезжаю, значит, связи не будет ни с типографией, ни с кем. А тут-то, может быть, мы даже большой город, типографии много, но надо посмотреть, кто согласится. Вот которые это сделали, допустим, проповеди в стихах. Ничего не надо, никаких вензелей. Просто вы уже сделали. Он сказал, вы помогали. Вот. Ну, и на обратной стороне уже печатными буквами проповедь в стихах и цифра. Какой том? А их четыре. Четырехтомник. И вот теперь надо нам разбить. 96 страниц умножать еще на 4. Это вот столько будет у нас страниц фотографий. Вячеслав спрашивает, а вот больше-то как? Библия на полторы тысячи страниц. А то им разницы нет. Я уже сказал, какие будут они там цвета. В каждой книге по три закладки. Чтобы они не рядом были, а на равном расстоянии от стены и посередке. Красно-синя-белая. Закладки, которые считать. Потому что стихов много. Человек считает, раз закладочку сделал. И ламинированные. Вот это когда сделают, такая как салопаном покрытая. Вот для слова Божия нет уст. Вы видели эту книгу? Какая она? Ну, хорошо сделала. Но мы на ту типографию, где у меня 38 томов изданы. Никак не можем выйти. Они в Горно-Алтайске. Километров 300 от нас. Но это не 4 тысячи, 3 тысячи километров. Во-первых, никак нельзя увидеть далеко. А потом сама доставка. Сколько переживаний было? Больше 200 тысяч рублей только за период. Допустим, у меня пенсия минимальная. Но люди помогают. Поэтому рассчитываемся книгами. Мне сейчас... Вот я сейчас, которую первая книга была, «Церковь, свобода, тюрьма». Я выискиваю ошибки. Где надо ее, а там е. И красным помещаем в ворде. А уже в пейшмейкер поставит Вячеслав себе. Четвертый том уже закончен. На другим по два корректора поставлены. Ну, тоже близится к концу, видать. Нам надо это сдвинуть с места. Иначе мне никогда его не издать. А сокровище там огромное. Просто огромное. Там где-то 78 положено на музыку поются. Я не знаю, как это указать потом. Ну, может быть, в другом месте. Я слушаю вас. Как? Хорошо. Далеко друг от друга-то. Так далеко, что даже не можем трехтомник вручить Николаю. Всего 30 минут ехать. Ну, вот трехтомник как был. Фотографии. Все, размер такой же книг. Ну, только она будет белая страница. Там никаких вензелей, ничего не будет. И ламинированная. Ламинированная, то есть, заклеенная этой гладкой, которая. Эту книгу, если человек оценит, он ее будет в руки брать очень часто. Вот у меня 26-й том открытым оком. А их 33 тома. Если только там попадает человек, какой-то журналист, он сразу эту книгу забирает. Она в дверях останавливает. Куда-то там в пятикратном размере заплачу. Ну, только я назад уже не верну. Там после каждого вопроса шесть поэтов из разных эпох. И с вопросами при том. Я не знал ее, что такая она будет популярна. Я только приехал издавать и разбирать. Она даже не записала, уже разобрали считателя. Вот такая возможность есть. И мне нужно помочь. Тут кто будет фотографиями, вы не видели их все. И вам легче найти повторы. А я уже, они мои досмотрел, да теперь еще и выставил. У меня, может быть, я уже посылаю, которые уже не один раз повторены. И поэтому надо их разбить на группы. Значит, группа путешествует, мы едем в библиотеки. В библиотеке там еще на двое пойдет. Там просто я стою перед библиотекой и другое с персоналом встречаюсь. Это так тоже можно как-то сделать, чтобы понятно было идет. Отдельно, когда у нас крещение идет в деревне, много деревенских. Ну, Вячеслав вот сказал, он говорит там, кое-что он видел, уже мои там у него есть. Ну, это у него, видимо, сам снимал много. И тогда я еще добавлю. Ну и как? С Божьей помощью. Получается, на 384 странице, если у вас 2000 фотографий, у меня еще там, ну, я думаю, 400 или 500. Нам уже хватить должно легко. Надо посмотреть, которые ваши, которые вы же мне скачивали. Может быть, они у меня ваши уже все есть. Но мне трудно, потому что они у меня хранились, а будущее ужатые. А ужатые это расплывчатые, поэтому растягивать их не надо. Такими маленькими поставить. Вот, которые были ужатые, их видно, что они не по краям, а посередке так. Такие брать. Такие они, хорошо еще видать их. Ну, Вячеслав посмотрел, тут я своим, заказал кое-кого. Выбрать можно. Выбор уже есть. Я разработаю шаблон для верстки. Будет разворот, где одна фотография, разворот, где две фотографии, разворот, где четыре, например, фотографии. Или три. И мы туда будем с Николаем вставлять. Или Николай может разработать шаблон. По отдельным лицам, а там уже их шесть поместить. Ну, как фотографию поэток я сделал, я даже не знаю, сколько у меня там. Ну, не меньше десяти на одной странице. Его видно. Но тут подписи-то нету. Нам это и не надо. Посмотреть надо, разбить. Надо сверстать шаблоны, потом это быстро пойдет. Николай, может быть, сейчас займется распределением себе скачать. Надо уже заранее готовить, скинуть, чтобы мы типографию дали. Они только отпечатали и вставили. Мы не можем заранее сделать то, что только узнали, Игнат Тихонович. Ну, вы как-то тоже... Я вам скинул, вы ему как-то дайте половину или как-то там... Посмотрите, отбейте ему на какое-то... Допустим, по библиотекам. Там много будет что-то. О крещении. Ну, там много-много такие... Разные там голуби. Отдельно у меня голуби держу там. Тоже людям это полезно посмотреть. Их небольшие там. Наставить на одной странице, на другой. А где я сам с голубями, там, конечно, надо и побольше. Ну, 96 страниц на одном томе. А их 4. Еще умножать на 4 надо. Николай, а... Выбор какой-то есть. Готовить для печатного станка, который... Вот теперь, как готовить-то, когда перегнуть... Николай знает, как перегибается, чтобы... Когда перегнешь, оно же там кверх ногами будет-то. Это надо знать, как. Это уже не так все, Игнат Тихонович. Уже все поменялось. Это уже они делают. Мы это уже не допускают туда людей. Нам только... Ну, вы тогда на это на месте-то сделаете. На месте-то уже надо разбить, что страница будет. Не куча свалить. Мы все сделаем. Мы наладим тут между собой сами. Сейчас, подождите. Ладно. Подождите. Что-то меня тут звонят. Николай, надо... Ты себе скачай фотографии. Ты мне ссылку дарите, а есть где-то ссылка? Да, ссылку я тебе сейчас пришлю. Слушай, и как нам готовить-то отдельную... Как отдельную страницу просто? Несколько... Я имею в виду 96 файликов нужно. 96 страниц. Правильно? Как сделать-то как? Вы специалисты там. Подумайте. 192 листа. 192 листа. Отдельно по каждому тому 6 клеек. Ну что, я отхожу тогда. Вы уже поняли, что надо, как сделать. Да, спасибо Христос. Не буду. Все. Мы поговорим сейчас. Я еще буду говорить, когда я меньше знаю. Так, Николай, я очень хотел, чтобы вы приехали летом к нам. Да, я тоже хочу. У меня отпуск как раз там совпадает. Мы с Вячеславом поговорим. Нас Господь, видишь, как в стране... Вы такое сделали, все живое стало. Любую проповедь можно находить. Я даже не понимаю, как вы успели это так много сделать. Сразу я вижу, сколько людей берут, размножают. Ну все, я отошел. Если вопросы будут, тогда опять на меня выйдете. Писать у меня нет времени, я сижу. Вчера сколько проверил страниц, там, наверное, страниц 40. А смерть погас, и все пропало. Вячеслав говорит, я бы как-то восстановил, а я не стал рассуждать. По новой все опять. Ну все. С Богом. Ко мне вопросы есть какие? Да нет, только радость. Мы все делаем это бесплатно. Я никому ничего не плачу. У меня нет ничего. Во славу Божию. Как бесплатно? Не согласен бесплатно. Оплата на небо сразу идет. На небо. Ну конечно. Потому что мы-то делаем какое дело? Стихотворение. Это не простые стихотворения, а проповеди. В стихах. Это тоже проповеди в стихах. Такого названия нигде я не встречал в литературе. Проповеди нет, а то тем более в стихах. Все, отошел. С Богом. С Богом. С Богом. Так, Николай. Нет, я сейчас в Телеграме прислал. Представляю, вчера диск на работе забыл свой с этими. Со своими данными. Ну ладно, что делать. Сейчас только понял это. Да. А тебе далеко до работы забираться? От дома. Да нет, Господь богословил хорошее место в плане расположения. А, ну я же, видюшку, там, ты меня-то заставлял. Выходил на улицу. Ну да. Ну у меня где-то минут 25-20 максимум. 20-25 минут. На велосипеде. Ну, в общем, смотри, в ин-дизайне, я сейчас ин-дизайн пытаюсь тут загрузить. Вчера я где-то... В 23.08 я вышел. В журнале я расписался с работы. Ого. Ого. Да. И так практически... Ну, постоянно поздно так выхожу там. Не то, что это разовая акция. И вчера еще с утра меня почти уволили при этом. Вот. Поэтому... Ну, короче говоря, не успеваю вообще даже толком. Даже Библию читать практически не успеваю. И молиться нормально, спокойно. Ну, сейчас... Какой-то новый уже уровень. Выходит, что мне вообще все равно. Чего они там делают? Пусть и там беззаконники дальше продолжают свое беззаконие. А я свое делаю, что могу и все. Ну, то есть они, понимаешь... Видимо, привыкли, что там есть какой-то волшебник, который все делает вот так и бесплатно. И... Ну, им таких волшебников нужно, ну, наверное, человека три. Вот так вот. Прямо таких очень прям мощные были. Они меня взяли одного. И подрядчикам денег не хотят платить при этом. То есть что-то оплатили, а что-то не хотят. И вот давай выкручивайся, как хочешь. Я вчера сидел за подрядчиком, делал работу, которую они хотят оплачивать за дизайнеров. Свою работу-то от меня никто не отнимает. В общем, находим общий язык. Так, свободно. 22 гигабайта. Слушай, вот. Хватит ли у меня места? В общем, я думаю, что надо разработать шаблон. И на основании этого шаблона, если у тебя есть такое, можешь сам разработать. Одинаковые, чтобы были. Сетку так называемую разработать. А это в индизайне нужно делать, да? Да, в индизайне. Только в индизайне. Я вот в индизайне ни разу не работал. Ну, я понял. Ну, полно, наверное. Все, тогда на мне это. Да ты в Illustrator, мне кажется, не работал. Зашел все, сделал лучше всех. Не работал в Illustrator. Ну, и что тебе говорить-то? Вообще, сейчас, конечно, полно решений. Lightroom, например, если загрузить, он сам вот так красиво распределяет фотографии. Прямо красивые границы такие ставит и все прочее. Вообще сам. То есть ты туда все загнал, он тебе полностью все вот так раскидал, говорит, альбом готов к печати. Мы можем этим воспользоваться. Только вопрос в том, что я не знаю, насколько он дружелюбные файлы выдает и пригодные для типографии. Можно тоже испытать, кстати. Потому что он сам вот эти красивые границы делает и разные вот так, чик-чик-чик-чик-чик. И ты просто там вот так уже представляешь. А в индизайне по-другому. В индизайне я сделаю окошки, и мы в эти окошки будем загонять фотографии и сами смотреть, подгонять. То есть это все. А тут автоматически делается. Поэтому, может быть, Lightroom попробовать. Это будет лучше. Да. Сейчас думаю, что надо действительно, чтобы тебе не ждать, если вдруг у тебя появляется время, распределять просто по папкам, по тематикам. Путешествие там, библиотека, крещение, проповедь и так далее. А я буду выяснять, что с этим вот происходит. Либо сам шаблон разрабатывать, либо брать то, что есть в этом. Уже готовое в Lightroom. Ладно, тогда я просто пока скачиваю, сейчас сомтирую по темам, по папочкам, а потом подогнал нужно накидывать вместе. Да, вопрос в том, что я вчера удалил то, что я долго загружал свои фотографии. Если бы я знал, что ты к этому будешь подключен, я бы не удалял, естественно. Я бы... Ты бы скачал тоже. И у тебя все бы было вместе. Но... Но это ладно. Качество фотографии непонятно, какой там Агнать Тихонович предоставляет. Абсолютно непонятно. Ну, я так понял, что там говорит, есть какие-то плохого качества, но их типа маленькие какие-то сделать. Маленького размера. Ну да, это... Понимаешь, это он так... Вот, понимаешь, как объяснить человеку? График Дюставо Даре отвратительное качество. Просто отвратительное. Шпеги, ужатый, пережатый. Все в квадратиках, в пикселях. Ну, чисто... Просто по молитвам, как-то чудом, просто что-то получилось. Что-то. Я взял фотографии, открыл эти самые рисунки художников. Там ужас просто. Цвета какие-то, еще что-то. Я все нашел по новой. И сразу их видно. Понимаешь, сразу видно, что это... Ой, это прямо напечатано. Вот, например, я не знаю, тут видно будет. Оно качественно напечатано. Качественно. Ну да, видно. А там то, что файл был, у Игнать Тихонович, оно некачественно напечатано. Здесь вот это. Я говорю, я реально не знаю, как. Ну, смотрится это. Просто за счет того, что это гравюра, просто сама техника нанесения. Это нормально смотрится. Но я-то знаю, что Игоря Владимировича, у него... Это не может быть, чтобы он в шпиде сохранял. Он сохранял в ТИФАХ. Ну, почти 100%. Я не знаю, просто... Если это не так, это преступление против... Это воровство времени у самого себя. Представь, несколько лет сидеть, чуть не 4 года, каждого солдатика там увеличивать вообще до предельного и разукрашивать, которого на картине не видно. Он как точка на картине. А он его сидит, разукрашивает доспехи ему. И он потом берет в шпиде, сохраняет. Но это же невозможно представить. Я просто... Мне плохо от этого делалось, как я представлю. Что он весь свой труд убил фактически. И... Вот что есть. Работали с тем, что есть. Поэтому... Возможно, что часть придется отбраковать, даже если они, казалось бы, что на маленькое пойдут. Но это... Тут надо просто редакторскую жестокость включить и все. Это... Это просто... Это просто кто-то на себя должен взять. Ну вот, собственно, все. Закачивай себе. И... Ну, со своим фотографиями, я, в принципе, самим разберусь. Они качественные. С другой стороны, мне, наверное, придется их раскидать тоже по папкам. Потому что иначе никак. То есть, ты папки там свои раскидывай, я свои раскидаю, потом их сольем и будем совмещать. Есть же по годам, понимаешь? По годам. Года там не указаны, скорее всего. Что мы будем с подписями делать, тоже непонятно. Это все... Ну, говорит, сейчас подписи не нужны. Да как не нужны-то? До этого говорил, что нужны... Тоже надо определиться. Если не нужны подписи, все это один вопрос. Одна верстка. Нужны подписи, другая верстка. Представь, у тебя четыре фотографии на странице, под каждый подпись, знаете, под каждый должно место быть под подпись или поверху писать. Сейчас другая задача, я так понимаю. Это все, ну, все совершенно меняется сразу же. Потом скажешь, а давайте подписи поставим. Так уже все сверстали без подписей. Поэтому надо вообще все согласовывать. То есть как, делаем подписи или не делаем? Все, прошли это. Все, больше уже подписи не будет, Игнать Тихонович. Вы поняли? Мы сейчас вот будем делать, уже не будет подписей больше. Не ставим их нигде. Ирин говорит, нет, где-то ставим, где-то не ставим. Все, тогда тоже два разных типа подачи. Это надо конкретно прямо с него вытряствовать. Потому что это не как. Потом скажут, а я, надо было подписи, что же мы не сделали? Я уже понял это на трехтомнике. Прямо, чуть ли не просить его рукой подписать. А тут что-то подписано, я так понимаю, это, наверное, не из этого, к истинному православию, где вот эти фотки, такие фотки, знаешь, на белом фоне, конечно. Да, это только плакать можно. Да, качество, ну, конечно, некоторые большие, хорошие, а некоторые нет. Когда в одной книге там несколькими разными шрифтами и все поперек фотографии загораживают, подписано, это, конечно, но это не объяснить, это бесполезно. А мне нравится, все, один ответ. Ну, нравится и слава, слава Богу, что нравится. Слава Христу, все, нравится, хорошо. Все будет вот так вот. Одно так, другое так. Я уже все понял, что это ничего нет. Такое, настолько это все от человека зависит. То есть, надо полностью растоптать свое я. Полностью. Что ты знаешь все это, это ничего нет. Как красиво сделайте. Нельзя сделать как красиво. Уже изуродовали подписями. Фотографию даете уже изуродованную. Нет, сделайте. Тут, может, я не знаю, даже может и подписи не нужны. Тут так все понятно. Надо еще все посмотреть. И так все подписано, да? Так все подписано. Ну, не все, тут просто фотографии есть. Полно. Ну, в общем, давай загружай. Я тоже себе это загружаю. Мне тут надо что-то будет стереть, видимо, потому что места не хватает. Я, главное, диск, на котором у меня места полно, я его оставил на работе. Это же надо вообще. Растяпа. Я, видишь, я не валю на бесов. Я все на себя беру. Я растяпа. Оставил диск. А другой бы сказал, от искушения мне искушения. Да какое искушение сам растяпа? Правильно. О чем думаешь, что ходишь в облаках витаешь? Ну, поработал допоздна, и что дальше? Один что-то такой. Не в поле там телеги чинишь. Все-таки. Расслабленный, конечно, московский избалованный интеллигент Николай Астаков. Ничего не скажешь. С этой хранины как-то бой надо дать. Каждый раз возмущаюсь. Ну, ладно, брат, все понятно. Пойди, давай. Мне тут обещают мед привезти, а бармоты. Вот это прямо бармоты, деловые линии. Две недели практически не могут мед не выдать. Я даже на склад приезжала, они говорят, а нету, не готова. С одного склада на другой просто перевезти. для них это вообще ничего нету. Нет, не готова, не готова. Каждый раз не готова. Просто поразительно. Ну, ладно, задача смаза не сна. Да, я Lightroom испытываю. Потом во вторник рабочий день будет. Я, наверное, скидываю это в типографию, чтобы мне подтвердили, что этот формат для них приемлемый. Если да, то это облегчает нам. Мы просто все в Lightroom загоняем, там можно прямо сразу альбомы создать. Кстати говоря, ты можешь так и сделать. Загрузи себе Lightroom, там создай альбомы, там раскидай по альбомам, ну, просто не по папкам. А потом, если что, оттуда экспортируешь прям сразу этот альбом полностью и все, у тебя папка. В любом случае, Lightroom удобен для сортировки будет. Ты можешь там прямо раскидывать вот так. У тебя слева окошко такое там. И ты туда просто фотографию раз в папку. Чик-чик-чик-чик-чик. И там даже можно удаленно подключиться и вместе работать. Не знаю точно. Ну, смотри, как тебе удобнее. у тебя там большой объем. Я к тебе в какой-то момент подключусь, ты просто иди подряд. И все. Ладно, я их не вовсе папки буду по папкам перекидывать, они там будет все меньше, меньше становиться, Наверное, так будет лучше. Да как? Я же не буду видеть это. Ты просто делай спокойно. Я тебе в какой-то момент скажу, что я свои там, я не помню сколько у меня там 700 или сколько фотографий, а может и тысячи тоже, я не знаю. Не помню, я честно говорю. Я каждый раз путаюсь. Я свои 700 разобрал, все, подхожу, теперь твои будем смотреть вместе. Или ты говоришь, а я уже все сделал, ну и слава Богу, что сделал. Вот. Ладно, тогда занимаемся. Да, все, занимаемся. Ты там что, сажать надумал? Да, надо с мамой ехать. Ну там как сажать? Сейчас сначала надо все скопать, перекопать, рядки сделать. Да, у меня то же самое. Свобода. Влад, брат, давай, с Богом. Ну, с Богом, да. Он пошел. да, Продолжение следует...